К другим темам. 1 мая стала Соминым днём и для жителей одной из столичных многоэтажек. Спасали маленького котёнка, который застрял на дереве. Когда своими силами сделать этого не удалось, на помощь пришли пожарные. Началась настоящая спецоперация. Всё было на глазах у нашей съёмочной группы. Трое суток на дереве, без воды и еды. Маленький котёнок в одном из столичных дворов забрался на тополь, а вот спуститься обратно не смог. Жители не сразу поняли, откуда доносится отчаянное мяуканье. Найти котёнка смогли только по отблеску глаз. Оказалось, он забрался на высоту четвёртого этажа. Своими силами жители многоэтажек спасти животное не смогли, но равнодушных не было. Решили, помочь надо любым способом. По голосу ему как будто два месяца. И вот сейчас его, когда уже стало очень хорошо слышно, мы поняли, где он находится, мы позвонили в пожарную и в МЧС. У МЧС спасти кота не получилось, не нашлось лестницы нужного размера. На помощь пришли пожарные. Понимаю, банально спасать животное, привлекать столько народу, но сегодня котёнок плачет, завтра ребёнок. Пройти мимо этого, конечно, как-то нельзя. Спасательная операция длилась несколько часов, мешали ветви тополя, темнота. Котёнок испугался и голос долгое время не подавал, но закончилось всё хорошо. Спасти малыша удалось. Я не мог его долго увидеть. Тополь, как вы видите, очень ветвистое дерево, поэтому веток было много. Практически разглядывал каждую по сантиметру ветку. И то благодаря тому, что он начал мяукать и шевелить хвостом, я его увидел. Поэтому с четвёртого раза смог его увидеть и достать. Испуганного и голодного котёнка накормили и напоили. Теперь жители ищут ему новый дом. Хочу сказать всем спасибо, кто участвовал в этом мероприятии. На самом деле, вроде бы кошка, маленький котик, но такое большое дело сделали. И молодцы ребята. И если кто-нибудь желает его взять, то можете мне позвонить по телефону 775-46-226. Меня зовут Лиля, если что. Маленькую кошечку назвали «Чудо». Теперь она ищет хозяев. С такой историей спасения котёнок точно станет надёжным оберегом. Ольга Голованова, Ирина Полесико и Олег Коваленко. Первый Приднестровский телеканал.